Сегодня установим и настроим утилиту Sysmon. Она разработана компанией Sysinternals. Утилита позволяет настроить сбор логов очень гибко. Вообще, Sysinternals разработано много различных утилит, помогающих администраторам проводить траблшутинг. Зайдем на страницу Sysmon. Sysmon есть как для Windows, так и для Linux систем. На странице утилиты представлено достаточно подробное описание ее установки и работы с ней. Приступим к установке и настройке. Откроем в GUI список служб. Посмотрим текущие установленные службы на ПК. Sysmon еще не устанавливался и поэтому отсутствует в системе. Запускаем командную строку от имени администратора. Еще раз убеждаемся в отсутствии установленной и запущенной службы Sysmon. Создадим папку для утилиты и перейдем в нее. Скачаем утилиту с помощью PowerShell. С зеркала на котором выложен неархивированный экзешник. Проверим загрузку. Файл скачен. Для установки Sysmon запускаем его с ключом "-i". Также добавим ключ "-except ula", то есть примем лицензионное соглашение без вывода на экран. Все. Sysmon установлен и запущен. Установлены необходимые драйверы. Посмотрим прописался ли он как служба. Все отлично. Мы установили Sysmon с дефолтной конфигурацией. Давайте используем возможности программы и создадим свой мониторинг. Создаем XML файл, в котором пропишем фильтр для CMD. Структуру конфигурационных файлов можно посмотреть на странице сайта утилиты. Первая строка указывает, что это конфигурация Sysmon. Следом указываем каким алгоритмом будет контролироваться целостность файлов. Нас же интересует раздел фильтров событий. Здесь мы создадим фильтр, процесс create, создание процесса, и в нем укажем имя нужного процесса, cmd.exe. Сохраняем. Обновим конфигурацию службы, запустив Sysmon с ключом "-c", и указав файл конфы. Sysmon настроен, можем пользоваться. Зайдем в оснастку журналов и для удобства создадим фильтр представления для нашего Sysmon. Можем фильтровать по журналу, выбрав Sysmon в разделе Microsoft Windows. Выставляем все галочки, чтобы не пропустить ни одно событие. Вместо фильтра по журналу есть возможность фильтровать по источнику, выбрав в качестве источников Sysmon. Сохраняем представление, задав удобное и понятное нам имя. Теперь у нас есть быстрый доступ к журналу Sysmon и все нужные события в одном месте. Посмотрим события, Sysmon собрал их уже довольно много. Сейчас у нас записываются основные события и добавлены нами CMD. Давайте теперь применим конфигурацию, которая нам позволит фиксировать события нарушения безопасности. Впоследствии мы сможем использовать такой журнал в EDR или CM. Мы не будем создавать конфигурацию с нуля, а воспользуемся готовой с гитхаба. Скачаем ее из репозитория IonStorm. Обновляем активную конфигурацию. В этой конфигурации уже прописаны основные события нарушения безопасности и, конечно, можно добавлять свои ивенты, которые мы захотим мониторить. Давайте зайдем на гитхаб к разработчику и посмотрим репозиторий, что еще интересного там есть. Разработчик этой конфигурации IonStorm, также предлагает скрипт установки Sysmon, который еще добавляет назначенное задание для поддержания конфы в актуальном состоянии. Также у него в репозитории есть скрипт простой EDR-системы, контролирующая различного рода активности, нарушающие безопасность. Все команды из ролика вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение следует. Продолжение следует...